Вот, вот же он! Просто он выписан на другое имя! Это почему же? Они считают, что я это не я! Это ваша подпись? Нет, это мой почерк, но я подписывалась тем именем, которое они мне дали! Подделка вис это федеральное преступление! О, правда? А как тогда называется кража дома? Майк, проверь вот это! Сейчас вернусь! Вы знаете, это ничего вам не даст! Они изменили всю информацию обо мне и мои отпечатки пальцев! Нам твердят, что когда сменится конституционный строй и вернется якобы СССР, рубль Российской Федерации должен исчезнуть. Что они делают? Они завязывают на QR-коде информацию о человеке полностью. Место рождения, где проживает, сколько детей, налоговая информация, сколько автомобилей, сколько квартир в наличии, да? А также счета в банках, номера карточек, какие у вас открыты вклады, сколько кредитов. Это полный, тотальный контроль. А теперь к религиозной подоплеке. Все ищут ту пресловутую печать, которая будет контролировать людей. Это и есть первый шаг к полному контролю. Если вся информация будет содержаться на едином сервере, в этом QR-коде, то в любой момент вас отключат от системы нажатием одной клавиши, и у вас не будет ничего, вы перестанете существовать. Вы не сможете купить продукты. Вы не сможете расплатиться за коммунальные услуги. Вы не сможете купить что-нибудь в магазине. Все. Вся информация содержится там. Вот это самое пресловутая печать. Вы знаете кого-нибудь в городе, кто бы мог поручиться, что вы Энджела Беннетт? Ну что же, давайте сначала посмотрим на разворот данного удостоверения. Это то, как оно выглядит внутри. Итак, удостоверение советского человека выдано Фондом государственной информации СССР. Иванов Петр Сидорович, ну это неважно. Вот то есть смотрите, какие сведения содержатся в этом документе. Фамилия, имя, отчество. Дата рождения. Национальность. И на основании каких документов выдано это удостоверение. В данном случае на основании свидетельства о рождении. На другом развороте фотография. Пресловутый QR-код, который содержит полностью информацию о вас. Потом кем выдано это удостоверение. Инспектор номер 3 отдела, да, там подпись. Начальник такой-то, такой-то. Его подпись. И опять-таки, кем выдано? Какая фамилия у этого начальника? То есть если нам они кричали, бились лбом о пол, что паспорт Российской Федерации является недействительным, потому что там лицо, выдавшее документ, не имеет никакого значения. То есть там просто подписи, нету расшифровки. Здесь, по сути дела, то же самое. Что общего с паспортом имеет этот документ, пока непонятно. То есть вся информация, по сути дела, зашифрована в QR-коде. По идее, можно было просто на шее носить QR-код, как у Ермо у скота. К тебе подошли, допустим, там полицейские или кто там будет милицию вернуть назад, я не знаю кого. Считали код, а тебе все известно. У него вышла на экран полностью информация о тебе. Зачем делать тогда вообще это удостоверение? То есть непонятно, да? То есть с одной стороны. Ну бред, если честно. Сделайте просто QR-код, который будет у вас в кошельке лежать. Там вас просканировали, там вышла фотография, вышла вся информация и все прочее. То есть зачем бумажные носители, если они стремятся, как кричат там, ведь 21 век, и не надо там никаких страниц. Ну раз не надо страниц, отдай документы, не надо. Сделайте просто код. Понимаете, в чем речь вообще идет? По сути дела это манипуляция, просто чтобы показать людям вот этот герб, слово Советский Союз, манипуляция сознанием. Люди сознательно хотят вернуться туда, где им было хорошо. Обратите внимание, данный документ не имеет абсолютно никаких степеней защиты. QR-код делается в любом редакторе за 5 минут. Подделать QR-код и вывести ссылку на определенный сайт достаточно просто. То есть по сути дела этот документ абсолютно не имеет никакой защиты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...